Всем привет! Это Фаны на Первом. Новый год начинаем вместе со старыми друзьями. Ох и чувствую я, наши гости сегодня устроят нам настоящий мозговой штурм. Поехали! А нарушит стереотипы женской логики и крушит соперниц на клеточных полях интеллектуальных сражений. Как сказано. Итак, встречаем наши гости. Четырехкратная чемпионка мира среди молодежи Кристина Заруба. Кристина, рада вас вновь приветствовать в нашей студии. Здравствуйте, добрый день. Кристина, ну скажите, вот шашки. Что? Шашки. Многие не относятся к этому виду как к спорту, да? Больше как к развлечению. Говорят, что спортсменка вообще, шашки? Как вы додумались вообще? И вообще это современно сегодня играть в шашки? Молодая красивая девушка. На самом деле, чем проще вещи, тем они на самом деле сложнее. Сложнее, да. Конечно. Да, это уже доказано и наукой. И вот насчет шашек что могу сказать? Ну, все говорят, что шахматы, 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 это же серьезные шашки-то, где с детьми во дворе поиграешь и все. На самом деле шашки это правда сложно, потому что все фигуры имеют одну и ту же ценность. И нет ни кто повыше, ни кто пониже, поэтому тоже сложно. У вас очень у многих представителей интеллектуальных видов спорта, у них вот эта вот любовь к игре, она на таком уже клеточном уровне, на клеточных полях вести сражения дома. Да, это просто шашечное поле. Конечно, дома, за столом, после ужина собирается. У вас дома так происходит или может быть вы единственный такой умный представитель? Так и не происходит. Сама умная, да? То есть ты представлял, у них прожили перед ужина так. Ну что, шашечки? На самом деле у меня была одна такая гостья, у которой так и происходит. Собирается вся семья и там, наверное, разыгрывают. В чем сразу, они ужин разыгрывают. Они вот ватерполисты, перед ужином как бы разыгрывают партию. Этим летом мы с мамой и с братом отдыхали на море и нас научили играть, как научили. Мы просто всю неделю играли с одним молодым человеком и с его женой в шашки, в шахматы, а нет, в домино и в нарды. И потом, когда мы приехали, нас это так с братом, с Димой, нас так это задело, и мы играли. Домино и нарды именно? Да, домино и нарды. Причем нарды, это же у нас народный вид спорта. Это сложная игра оказалась, и домино еще сложнее, чем все мои игры вместе взятые, как оказалось. Вот, и мы приходили домой, сколько я была дома, там, пару недель летом, и мы играли с папой. Так что все вот эти вот люди, которые стучат летом, да, это доносятся сильнейшие умы, так сказать. Я все еще не поняла правила игры. Кристина, вы четырехкратная чемпионка мира. Вот, как люди реагируют, когда они узнают, что вы четырехкратная чемпионка мира по шашкам? Ну, во-первых, я не слышу слова шашки. Ну, во-вторых, уже чемпионка мира звучит как-то гордо. Звучит серьезно. Да, но это сильно звучит. А, ну, шашки, ну, не шахматы. То есть, вот тут не бывает? Ну, да, не футбол. Я, на самом деле, привыкла к этому, потому что меня с детства развивали и в физическом спорте, и в интеллектуальном. Я ходила на плавание, на танцы и параллельно на шашки. А вот интересно... Давайте сейчас разрушим все стереотипы. Вот для того, чтобы провести долгое время вот за шашечным вот этим вот столом, нужно физически сколько выдержать? А сколько партия может длиться? В русские шашки около трех часов. Около трех часов? Это же физическая нагрузка. Это тоже нужна подготовка, правильно? Это считается тур с двумя партиями. Ну, между партиями 5 минут перерыв, ну, можно не считать его. Так вот, кофе братье. Да. Так и что, нужно тоже быть физически подготовленной? Да, потому что ты не можешь прийти вот так целую ночь гуляя, а потом прийти играть, но это сложно. Ну, и головой же надо думать. Конечно, да, так нужно быть физически подготовленным, выносливым. Вы держите, да, наверное, ходы в голове? Ну, вот смотрите, мы играем, например, я с человеком играю в партию. Я могу выйти, пройтись по турнирному залу, погулять, посмотреть, как другие играют, и прийти, играть дальше. Словить музу? Нет, так можно, так же. Закрыли? Да, это уже более на профессиональном уровне, уже ты думаешь, ходишь, ходишь и думаешь, там, в голове партия. Это позиция. Ну, все равно, мне кажется, там можно, там, такой гамбит, прям, на 30 ходов вперед уже продумать. Так, и вот тут вот я тебя сделала. У нас есть гамбитные позиции, так и называется, я до сих пор не понимаю суть. Тренер ругается. Это не мешает вам, ничего. Да я уже мастер спорта, ну, все еще не понимаю, что... Какими знаниями, навыками, не знаю, талантом нужно обладать, чтобы вот в шашках-то преуспеть, не просто во дворе поиграть в Чапаева? Сложный вопрос, на самом деле, у каждого по-разному. Кстати, вообще, парни не боятся с вами связываться, потому что, ну... Такая... Они все знают. Зачем? Что, да, что вы прям интеллектом можете задавить. И так сказать, парень, я уже 30 ходов твоих просчитала, что ты будешь дальше делать? Это, знаете, как козырь в руках. Кстати, а нет никаких суеверий вот за черные или за белые? Мне кажется, есть, потому что красная ниточка на запястье, говорят. Да, это и Версалиме сейчас была. На самом деле, я когда была маленькая, очень хотела играть белыми, прям, ну, девочки, белый цвет, это такой нежный цвет. А сейчас я играю только черные, не знаю, мне как-то это говорит о какой-то агрессии. Даже Вейдер тоже был белый сначала. Не сказать. Стал черным. Не знаю, в чем разница, не знаю. Как-то вот так вот получилось. Ну, будем рассчитывать. Это называется взросление, когда перестаешь верить в свою суеверию, что черный код, ну, пробежал черный код, ну, и, так сказать. Перестаем верить в чудеса суеверия, да, а вот женская логика, что ты слышал о женской логике? Ты у меня спрашиваешь? Конечно. Я слышал, что она незыблема. Незыблема. Она не существует. Нет, она существует еще как. Кристина, как у вас с логикой? С логикой. Ну, у меня с математика была очень плохо. Всю школу очень плохо. Ну, почему, кстати, очень многие интеллектуалы, они говорят, что шахматисты, шашисты о том, что... Математика царица? Да, у них нет. Нет, говорят о том, что не обязательно преуспевать математике. Это логика, это совершенно другие вещи. Да, я с логикой. Так вот. На черное и белое. Все, что с вами происходит. Иногда, да. Но мне кажется, у меня белая полоса намного больше, чем черная такая маленькая-маленькая. Боже, какая прекрасная девушка у нас, в которой все прекрасно с вами. Давайте проверим логику. Кстати, да, в интернете есть множество тестов на логику. И вот, да, сейчас мы будем задавать. Сейчас мы... Отличная идея. Замечательно. Вот так вот наугад, да? Денис начнет. Поехали. Так вот, первая задачка. Витя, Саша и Андрей смастерили из бумаги кораблик, змея и аиста. Какую игрушку сделал каждый мальчик, если Витя не сделал кораблика и змея, а Саша не делал кораблик? Та-да-та-таа-ан. Витя, значит, сделал аиста. Кто там еще именно есть? Витя, Саша и Андрей. Саша не делал кораблик, значит, он делал змея. И Андрей делал... Что там доставалось? Аиста делал Витя. Ну, вот так у них получилось. Это у вас не турецкий гамбит, да? Ответ. Саша, змея, Витя, аиста, Андрей, кораблик. Конечно, все просто. Это у нас в ответах с Денисом все просто. Попробуем еще разочек, да? Какие три числа, если их сложить или перемножить, дают один и тот же результат? Вот, мне кажется, здесь поближе будет, да? Один, два и три, три числа. Они в сумме дают шесть. И если перемножить, то будет тоже шесть. Я думаю, мы совершим звонок другу, и он нам подскажет потом ответ. Нет, все правильно, ты можешь проверить. Посмотрите, один плюс два, сколько? Три плюс три. Это сумма будет шесть, и два на три. Так, я сейчас все закончу. Да, да, давай, все закончим. Так, давайте последний, может быть? Последний, да, давай последний. Хорошо. Володя, Дима и Петя устроили соревнования. Смотрим, да. Один из мальчиков решил 12 примеров, второй 13, а третий 14. Сколько примеров решил каждый мальчик, если Петя решил примеров меньше, чем Дима, а Дима меньше, чем Володя? Дима меньше, чем... Последний только прочитайте. Подумайте о том, что вы хотели подумать, о том, что вы хотели подумать. Сколько примеров решил каждый мальчик, если Петя решил примеров меньше, чем Дима, а Дима меньше, чем Володя? Петя 12, Дима 12, 14, Володя. Прекрасно, победила наша Кристина Светлана. Конечно, победительница Кристина. Конечно, Кристина. Почему вы говорите, что у вас плохо с логикой? Не знаю, так вот мне кажется. Иногда тренер говорит, что у меня... Какие-то хода обычные. Ну, это тоже может хорошо. Я работаю с детьми, и у них там задачки в учебниках по математике, там третий класс, четвертый, там задачки, нужно сидеть и подумать. Но у меня просто даже, не знаю, даже мысли нет. Я думаю, как это решается? У детей все гораздо проще. Да, у тебя голова работает по-другому. Так я говорю, и это дают в третьем классе, или это дают в первом классе. Я говорю, боже, что за образование? Оказывается, все так просто. Кристина, вы с детьми работаете, вы чем занимаетесь? Да, я английский веду у детей. Но иногда первые два часа, у меня рабочий день пять часов, первые два часа я помогаю им делать мощные задания после школы. А как шашки на английском? Драфт. Драфт? Драфт. А, драфт. У меня просто чудесный английский. Кристина, скажите, вот интересно, вы связали, пытаетесь, да, связать свою жизнь с лингвистикой, получается, совсем в другую сторону пошли? Никак не в математику, не совсем в другую сторону. Почему так произошло? У меня специальность в иностранном языке на факультете иностранных языков. Ну, любовь к языкам, наверное, с детства? Нет. Нет? Вообще нет. Логика, это, мне кажется, логика привела. У меня любимым приметом в школе была физкультура. Я не знаю, трудно верно. Не пропускали даже Энки, не отрабатывали. Физкультура, вот не знаю, она мне тоже. Так нравилось. Я же еще была на Олимпиаде в одиннадцатом классе, в физкультуре. И там всякие эти, что там на брусьях, надо было плавание, гимнастика, что-то еще не помню. Как в итоге вы, вроде, ну, вот такой активный образ жизни, а вы засели за стол с шашками. Я не знаю, как это вывешено. Вопрос, не скучно вам? Женщинам вообще не скучно, у них столько мыслей в голове. Вот, вот эта вот постоянная борьба мыслей в голове, она вам мешает или помогает в шашках? У женщин хороший повод подумать о жизни, пока играю в шашки. Вы пока играли, вы думаете о жизни, о чем вы думаете? Какое платье завтра одените? Нет, о жизни, мне вот интересно, Кристина продолжает. А это жизнь. Юля, подожди, я сейчас просто познаю секреты мироздания. Кристина продолжается. Вы думаете о жизни, когда играете в шашки? Не знаю, мне кажется, у женщин все гораздо проще. Не знаю, вот сидишь и смотришь соперница, в чем ты одета, думаешь, боже, зачем она в этом пришла? Или наоборот думаешь, какое хорошее платье или там маникюр, ну вот это все. Я по-другому сейчас просто в шашки открыл для себя. Я хочу же чемпионат мира по шашкам посмотреть, просто взглядываясь в эти лица, о чем она думает? Мне кажется, там нужно было бы вот так вот разделить экранчик, как сейчас модно делать, да? Мысли, 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 мысли. Шерлок. На самом деле это смешно, она, наверное, не вся так делает, только я. Ну, а свои секреты. Ну, как сказать? А вот раньше думала о шашках, вот все время сидишь и думаешь, там туда, надо пойти или сюда, или вспоминаешь какие-то варианты дебюта сейчас. А пусты или сюда? Но при этом двигаете все равно, да? Как-то проще стало, да. Ну, вообще отлично, вот они секреты. А вот говорят же, что женщина, чем от мужчины отличается, она может сразу несколько дел, делаем одновременно, и вот как-то не факт, что это все получается идеально. Все эти дела происходят идеально. Ну, вот интересно, вы вот сколько одновременно можете делать, дел и каких? Красить губы, там, не знаю, вести машину? Я только сейчас написала, давала интервью одному журналиста нашему российскому. Нашему российскому? Нашему российскому. Мы имеем в виду, что по шашкам, по шашкам, по журналисту, по этому нашему. Вот. И он меня спрашивал как раз про это, у меня в то время сдавала мама на права. И я говорю, значит, как, это женщина же мультифункциональная, и пока женщины ведут, ну, то есть за рулем, да, они могут и говорить по телефону, пить чай, красить губы. Ну, да, что-то там, или что-то на руле поправить. Ну, в общем, ну, это стереотипы, наверное, но на самом деле у женщин так и есть. Так, мне кажется, знаешь, это такой секрет, надо открыть многим спортсменам. Например, кто-то там, силовая тяга, вот выходит, ему там надо толкнуть над собой там 500 килограмм. Если он там будет думать, там, о, я сейчас как-то толкну, надо с чем думать, дома пилит жена, там, у меня тут такое, в чем я одет, почему я мне это трико, что по мне думают люди, которые сидят здесь. Это да, это лучшее, что со мной происходит на данный момент, да. Лучшее, что с вами происходило в шашках, Кристина. Лучшее? Да, ну, у вас вот есть четыре золотые медали чемпионата мира. Да, у нас сирены есть и бронзовый. Вот, а что вот лучше? Не знаю, лучшая партия, которую вы провели, лучший соперник, который уходил. Лучшие мысли, которые вам пришли во время матча. Матч называется, либо как-то? Нет, тур называется тур, со среди двух партий, да. Очень сложно сказать, наверное, но вообще у меня самый успешный турнир, я считаю, для себя, что это в Грузии был в 2016 году. Это был чемпионат Европы среди женщин. И там я прям сидела. Среди взрослых, по взрослым женщин. А вам сколько лет? 22. 22. В Грузии, считай, я самым был успешным турниром. Я сидела и думала только о шашках. Это прям был какой-то серьезный турнир. И заняла пятое место, для меня это было большим достижением. Достижением, правда, да. Я не думала, что я сыграю хорошо. Кристина, скажите, вот есть же очень много видов шашек. У вас какие любимые, вот в каких вы преуспели? Вот знаете, я всю жизнь никогда не играла в стоклетки. Это всю жизнь для меня было что-то другое. Стоклетки, это, кстати, не русские шашки, да? Да, это международные. Да, и в этом августе я твердо решила съездить на первый турнир. Ну как, там о медали даже речь не шла, конечно, потому что я первый раз играю, я даже не знала. Я пришла, и значит мы играем. Я думаю, ну сейчас будет вторая партия. Оказывается, это мне вторая партия. Я всем говорю, ну давайте, начинаем вторую партию. На меня смотрят, как это ненормально. Все, 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 только это надо. Просто потрясающе, мне кажется. Там час тридцать или сколько там дается, даже не помню. И я думаю, надо же еще партию играть. Потом думаю, у нас же обед сейчас. Думаю, как мы сыграем партию. Я же девушка, боже, я же блондинка. Кристина, вы выступаете за Молдавию. Что за история, что пришлось пропустить некоторые важные турниры? Финансирования не хватило денег? Да, нас не финансируют совсем. Большую часть мы сами оплачиваем. Например, я сейчас в Сатки поехала за свой счет. И вот в Болгарию там тоже многие за свой счет ездят. А вот хорошо, дорого посетить какой-то рейтинговый турнир? Сколько нужно вложиться? Ну вот, к примеру, не знаю, вот в Болгарии, да? В среднем должно выйти около, ну не знаю, 450 евро где-то, если за свой счет ехать. А взносы? И взнос. Это взнос, это еще даже взнос. Это взнос, мы имеем в виду взнос, то что дорога, это все понятно. Да, дорога, у нас просто повезло, что Болгария ближе к нам. Поэтому у нас дорога не такая дорогая. Вот, например, в Ворше будет сейчас турнир в Беларуси, ну это очень как-то тяжело поехать. Ну, в общем, делаем вывод, что не так все просто в этих шашках. Это совсем не просто. Вообще интересная игра. За одним столом можно увидеть, как играет маленькая девочка против ветерана спорта. Почему, ну вот, такие возрастные чудеса? Да, у наших монтажеров обычно ломается просто сознание. Они когда видят, что монтируют, говорят, что это чемпионат двора, что это? Нет, это совершенно серьезное соревнование. Что за демократия? Сейчас на турнирах вот среди взрослых девочки, вот белорусские, россиянки, они показывают такие успехи колоссальные. Ну, когда уже в турнире подходят делать датуру с серьезным человеком, там со взрослым, это выглядит немножко странно, когда вот там, сколько это, ну лет 9-10, и вот у вас складывались такие странные пары. Такое было, папа запомнил один раз из моей жизни, я этого не помню, честно. Когда был кот и чемнадцать раз, пылили что-то, я пришла такая маленькая, вообще меня никто не видел, я там ходила по коленкам всем, походила, мне папа привел, это папа запомнил. Я пришла, ну и заняла первое место. Первое место заняла среди взрослых мужчин, женщин, парней, девушек, и потом папа задумался. Шашкам все возрасты покорны. Это правда, да. А вот интересно, в интернете вы играете? Конечно, да. С какими-то противниками, которых не знают. А, и в интернете играете? Да, конечно, так в интернете есть специальный у нас ресурс, где можно играть, где можно попробовать свои силы. Шашки.ком? Нет, не правда. Нет, Гамлер это универсальная программа, там и нарды, и карты, и билот, вот то, что... Ну вы сейчас просто перечислили все любимые игры. Шахматы. Дениса в отпуске, понимаете? Ну вот поговорим о шашке. Будете знать, что там очень много игр, я просто всех еще не знаю. Вот, и там играешь в турнирах с серьезными людьми, там рейтинг, и... А кто из серьезных? Ну, например, может быть... Потому что серьезные темы все гроссмейстеры играют у нас. Гроссмейстеры? Да. С кем вам удалось поиграть, может быть, не вживую, а... Я просто не все знаю эти ники, но, скорее всего, вы сами... А, то есть за никами скрываются солидные люди, может быть, не хотят, да? Кого-то знаем, кого-то не знаем, поэтому... А в поддавки когда-то играете? В поддавки тоже сложная игра, кстати. Вот если кажется, что в поддавки может играть такой начинающий, и он выиграет... Нам кажется, это шутка. Нет, это тоже нужно считать, и поэтому... Потому что у тех, кто играет лучше в шашки, а не у тех, которые новички, потому что это кажется... Говорят, давай сыграем в поддавки, а в поддавки тоже проиграешь, потому что... А проигрыши, кстати, кому не грех проиграть? Никому не грех. Или вообще никогда не печалится шашист, когда проигрывает? Да я не знаю даже, вот как-то было у меня... Среди факультетов мы играли, я случайно проиграла, ну, как-то было обидно, непривычно, но это было так. Тренеру, может быть, стоит проиграть разочек за сезон? Ради его... Не знаю, никому не было обидно проигрывать. А вот, кстати, мы о вашем тренере-то не поговорили, кто вас ведет? Меня тренирует Моня Нориэль, мы в бендерях занимаемся, вот, у нас специальные тренировки индивидуальные. Наказывает он вас за какие-то просто... Интересно эти наказания, то есть, да? Здесь достаточно взгляда. А ну, вставай к стене и шашками... Здесь достаточно взгляда, наверное, когда ты приходишь после тура и говоришь, ой, случайно проиграл. Ой, я забыла, куда ехала. Да, как будто в стоклетке. Ну, мы же девочки, ну, ну, что же. Ну, логика. А вот есть же Блиц. Да, Блиц, это мои любимые игры. Ваш любимый Блиц. Я не умею играть в основу, потому что там нужно много думать. Ну, уважаем нашего гостя, если он так любит играть в Блиц. А в Блиц я быстро. У нас специально для вас, мне кажется, когда в новом сезоне мы придумывали рубрику Блиц, мы предполагали, что вы придете к нам в студию. Да, наверное, Кристина зайдет, вот, любит Блиц, все. Да, я правда люблю Блиц и быстрее. Это тут быстро надо думать, и я как-то... Ну, тогда и начнем. Да, так что для вас рубрика Блиц. Русские или английские? Русские? Русский или английский? Русский. Шашечки или маршрутное такси? Маршрутное такси. Дама или дамка? Дамка. Белая или черная? Черная. Клетка или полоска? Клетка. Лицо или фигура? Фигура. Любовь или карьера? Любовь. Вот так вот, любовь выбирает наша гостья, которая часто выходит в дамки. Так что, Кристина, мы желаем вам новых побед, мы желаем вам познакомиться, уже дойти до каких-то золотых медалей в этих ваших стаклетках, чтобы не было уже разговоров в шашках, в стаклетках. Ну и вообще, ждем от вас новых результатов и вашей чудесной, такой вот женской логики. Мне кажется, что все-таки вы еще чем-нибудь своей жизнью займетесь. И нас удивите, да? Да, действительно. Да, удивите нас. Спасибо большое. Вам всего хорошего. Да, спасибо большое, было очень приятно. Это была Кристина Заруба и мы, Паняна Первом. Смотрите нас каждую пятницу, будет интересно. Субтитры создавал DimaTorzok